всем привет ребята короче не снимал я что-то у меня флешка затупила но снимал я наснимал дофига флешку не затупила короче было много видео удалилась короче не знаю что с флешкой случилось что-то она или глюкнула или фихи узнает короче вторую неделю сейчас я поставлю не знаю как видно будет не видно свой прибамбасик вторую неделю я уже европе упала ну фишник где-то вторую неделю уже бомжую европе ехал на недельку получилось как всегда уже скоро коса буду заплетать короче шо хочу сказать сегодня четверг не знаю уже даже какое число 20 20 20 их просыш короче 29 или осталось у меня одна сигарета по 6 евро сигареты не знаю даже сколько пачек купил осталось у меня два супика осталось у меня нифига короче у меня не осталось два килограмма картошки пачка горечки и все ехал на неделю как бы сделал закупы на неделю думаю на хрена же покупать больше но оказывается надо как минимум на две-три недели закупать потому что ехал на неделю тут планы поменялись пришлось мне ехать на две недели поехал я как всегда по своему любимому маршруту австрия чехия австрия короче тут приходит мне смска сейчас я приходит мне смска я думал может потому что новый логист у меня диспетчер короче кто меня водит приходит мне смска видишь на немцы я перезвоню спрашиваю неправильно или неправильно отправили смс да едешь короче туда и туда вторая смска приходит думаю куда же с немцев с немцев на швейцарию а это должен был ехать только на стажировку швейцарию и тут я встрял эти бумаги эти цельные короче за все штрафы за всю фигню накосячил спидометр неправильно вписал еще короче где растаможка какому кошку какому таможеннику подходить все вот эти нюансы превышаешь не превышаешь там короче за каждую мелочь штраф можешь получить и такой обалденный штраф это я уже тому начал звонить тому звонить тому звонить хорошо на границе был водитель один наш раздуплил меня куда идти ты обискал до потери пульса несешь эти все бумаги что загрузился я в германии несешь эти весь пакет бумаг сзади на палетах еще пакетик с бумагами тоже приклеены если кто-то будет что-то смотреть после чего короче отдал бумаги этом твайцин драйцин минут сколько там не сказали короче жди я нихрена не понял ну короче полчаса 25 минут прошло я прихожу бумаги уже готовые и спрашиваешь на какую таможню надо ехать там еще по по времени потому что некоторые таможни до 5 часов только работает дня одна таможня работает это со стороны лихтенштейн короче австрия германия но заезжаю из германии на австрии за австрии уже на швейцару том какому окошку первым надо подойти или к австрияку чтоб тебе штемпель поставили или швейцару чтоб тебе штемпель поставили у меня было я уже не помню как и понеслась короче за две недели у меня семьдесят семьдесят шесть часов езды я скажу точнее сколько километров я нахренячего за две недели я сам шоке за вчера у меня реально в 45 минут паузы было потому что на германии мы короче на швейцарии надо как то есть если ты делаешь что-то другое значит должен ставить молотки это полюбас ну и тут так должно быть это везде должно быть ну естественно сами понимаете шоу заглушил пока выгружаешься германии чехия австрия можно не ставить просто пауза да и все никто это смотреть как бы особо там придираться не будет 1 2 минуты там трассе поставил или в пробке стоишь где-то молотки автоматом включается если машина заведенная сейчас загрузится компьютер сейчас скажу сколько я так это еще не конец еще четвери пишет мне смс много ли у меня еды нет я уже тут последний доедаю вот это хлеб уже растягиваю два куска осталось хлеб растягиваю вот это уже неделю этот один хлеб растягиваю на этих самых на паркинга заведу потому что зависает компьютер пока он раздуплится эти чехлы с ними скажу точно сколько километров проехал на обычных паркинг 5 часов в германии уже хрен стрянешь просто все нет сейчас покажу до вторая неделя на видись четыре тысяча девятьсот семьдесят восемь вот это первая неделя пишет 29 часов ну якобы она смещена это вторая она смещается просто то как бы первая неделя и общее время учитывается это вторая неделя уже якобы 29 часов 24 минуты сегодня у меня еще осталось я проехал сегодня 4 часа 54 минуты ну еще осталось у меня говорят 4 часа езды если есть у меня еще одна десятка на этой неделе последняя десятка и все короче так что семьдесят четыре часа 33 минуты за две недели ну четыре тысяча девятьсот семьдесят восемьдесят восемь километров я в мазал уже что меня кукумарила ехал на таких отсосах заправ 100 литров застал заправ 100 литров заправ 100 литров заправ 100 литров залеет блю не в стопа 100 литров а ряд блютам нет вот эти две палочки остается 6 8 литров там где то так аж там две литры на сотку по моему уйдет этого едблю точно не скажу то уже буду выяснять потому что я уже не парился следующий раз сигарет нет сигареты разные покупал сейчас покажу покупал и мальборо 7 евро и лаки страйк и какие то такие 7 евро и какие то такие 7 евро и еще семьи 6 евро и еще короче пипец уже сигарет ну как бы надо потому что я не знал у меня табака на неделю с головой хватило и плюс я две пачки брал этого самого единственного обычного просто на выходные чтобы там можно было более-менее покурить сигареты и сейчас пишет мне смс много ли у меня и хавчика еще осталось а у меня ни хрена уже и не осталось приправа кофе кофе уже нету что я только как устроился там через вторую третью неделю купил банку кофе большой уже все все выфигачил сахара чуть-чуть осталось али чуть-чуть осталось в холодильнике там уже мышь повесилась так что надо закупаться есть у меня еще клопки такие разные фасолька есть яички еще есть одна помидора кусочек сыра кусочек колбасы кусочек масла и все а и бутылка воды больше и воды и воды запасайтесь тоже воды потому что сейчас лето жарко я реально не знал что буду ехать на две недели я себе на папиросе как бы взял так с расчетом что ну плюс минус 10 дней брать как минимум 15 на 15-20 дней похавать потому что можешь у нас некоторые водителя бывают случаи что съезжают просто недалеко там или на чехию или куда-то заезжает и делает 45 потому что сейчас вроде на германии нельзя делать 45 только 24 часа 45 надо делать типа дома или еще где-то а так съезжают где-то там или на польшу рядом с границей или на чехию где-то пока мы еще не смотрят никто заехал там нашли тебя груз допустим с германии там на чехию заехал заехал и все на выходные встрял там то есть можешь и потом третью неделю бывают такие случаи что у нас но хотя очень редко но бывает но это меня что-то дерзает сомнение что может произойти такая меня со мной потому что хавчика не взял как назло шеф мне не 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 сказал что я буду ехать что мне сказал сказал что я не хотел тебе говорить что ты поедешь на швейцарию а может просто это спонтанно груз попался потому что по уходили водителя уже некоторые на две недели в отпуск работать короче никому была не была шуруй ну а хочешь чему-то научиться надо короче делать что-то ехать я должен был стажером и как я как бы ехать на швейцарии потому что там даже опытные и старые водителя особенно к этому терминалу подходишь вводить тоже километры но карточка есть допустим на на машину вставляешь тот терминал там уже то вес машины все на в номер машины указал на прицеп на прицеп надо вручную все владеть потом тебя спрашивает этот автомат естественно так карточка и машина польская на польском языке тебя спрашивает на русский нельзя переключить или на украинские я уже пробовал ни хрена подобного так как карточка и машина зарегистрирована на польских номерах тебе естественно автоматом уже этот автомат и выдает польский язык повыше 40 тонн или пониже 40 тонн у тебя короче груз ну так как у меня пониже 40 тонн я должен указать пониже 40 тонн подтверждаешь подтверждаешь выдает тебе чек такой и вписываешь спидометра тот чек он такой двойной вписываешь спидометра но не сразу а после того как выезжаешь уже допустим швейцарии и таможенник смотрит у них система там слежения что если сколько таких случаев было бывало что кто-то там на километр ошибался и штраф минимум за километра соточка евросиков так шо шо еще раз сказать конечно уже немного когда ездишь неделю в трассе и оно легче в понедельничек выехал грубо говоря в субботу в пятницу ты уже на базе на квартирочку душик бритвочка вся фигня я все оставил нахрен на квартире нечем не побриться нифига и машинку подстригали но у меня есть как бы на аккумуляторе там филипс можно ну и иной раз когда сильно там подзарастаю налысо и и голову и вместо бритвы когда такой камыш уже как бы в сантиметр торчит то есть то машинка и сначала потом уже стиркой тут говняно короче постираться тут негде одежды надо тоже дофига брать особенно трусов там носков и всей фигнишую желательно ежедневно на себе менять потому что сейчас дождь погода хреновая как бы ну свежо так нормально а когда плюс 35 плюс 40 и особенно залезешь в машину там парилка под 50 и с этой рухлой побегаешь с этой фигней палец и тетно загружаешься или боковая загрузка тяга тягаешь туда-сюда но не на всех фирмах можно не на всех фирмах можно сходить в душ принять душ на некоторых был шоу и в туалет меня даже не пустили туалета замкнена да все свободе типа думаю охренеть и в туалет даже не пустили по поводу паркинов если у нас короче раз в неделю можно на автохофе у нас раньше было больше можно но потом начали наглеть чтоб чуть ли не каждый день начали съезжать люди раз в неделю можно съезжать на автохоф он платный ну везде по-разному там 7 евро и до 10 по моему евро ну тот что за 7 допустим полтора евро остается как бы за паркинг и на 5.50 можешь в ресторан сходить купить себе там или пожрать или еще что то ну естественно доплатить надо будет там смотря какое блюдо выберешь потому что за 5.50 евро блюда блюда особо не найдешь ну я за 5.90 взял уже вчера приехал стал думая на автохоф так как думаю сегодня и на польшу сегодня выгружусь и на польшу пофигачу что уже пятница буду в польше а тут фигушки с макушком что-то мне ищут такое любопытное что походу я чувствую что еще куда-то пошел в другую сторону а я такой же съехал бы на квартиру побрился выстирался помылся потому что уже чувствуется что уже как бы немного есть и усталости 24 часа я стоял это воскресенье только субботу все ехал практически потому что фиг знает где у меня выгрузка было там до 700 километров почти под амстердамом под нидерландами позвонил там товарищу еще сослуживцу он работает в нидерландах водителем дальнобойщиком тоже часто ездить на германию короче 5 километров не получилось я хотел к нему заехать на парке не получилось у нас с ним встретиться потому что я выезжал с той дороги он проехал чуть дальше на следующий паркинг как их тут называют на дикарей дикари вот эти шоплакить не надо но тоже не на всех есть туалеты даже просто отстоял там типа паузу и поехал дальше на такой обычный типа ростков попасть это просто нереально если до пяти часов не встрял если после пяти особенно если после шести уже мало шансов мало очень шансов попасть чтоб он был не забитый я даже на автохофе стоял на той неделе тоже позвонил гучи его там поспрашивал что как он мне сказал съезжай туда ночью и там вставай так делай то приехал и он сделал возле меня паузу как раз когда я ехал на швейцарию начал немного рассказывать хотя бы чтоб я так примерно более-менее понимал что мне делать я с ним не должен был как бы стажироваться ну что-то изменились у шефа планы короче кинули меня как у меня и поначалу стажировки особо не было на фирме зад вперед туда-сюда помыкался и все шуруи сзади конечно за машиной но впереди машина ехала вот это минимальная стажировка все мы потом разъехались и еще и дорогу куда ходишь так что там даже русскоговорящих было и я приехал короче в 7 часов в 7 часов вечера я вышел с машины это просто звездится уже чуть ли не впереди меня ставили мужиков уже время там на тахов кончалось уже ставят и естественно готовы заплатить но места просто уже нету Германия конечно она транзитная такая страна очень много машинцев со всюду даже с Казахстана и с России и с Украины и Литва короче оттуда все едут сюда с той стороны Франции и Португалии Италия и Испания все тоже как-то машин просто немерено так что все ездят и очень маленькие парки у них мало больших таких но в Австрии мне конечно больше нравится потому что с интернетом вообще тут катастрофа на час лаговаться вот это и то надо стоять где-то там чуть ли не возле кассира чтоб интернет тот поймать в Австрии с этим конечно покрасивее там хоть и бесплатные есть прямо на паркинге сидишь в машине главное знать где стоит сам роутер что раздает там на столбах такие коробочки белые маленькие и надо подъезжать прямо к нему и тогда будет нормальный как бы интернет ну подвисать будет особенно если много машин наедет и это до десяти вечера пока люди не начинают засыпать все же в телефонах то с ноутбуках то где там что-то загружает так что такие дела и вот стою ну тяжеловато, тяжеловато немного ну зато как бы денежка и заночевал я разочек на Швейцарии одна минута мне осталось выезжая из Швейцарии пятнадцати часовой рабочий день остался и тут до моей границы а загрузился в Швейцарии как обратно же документы загрузился груз на завод БМВ и оттуда получается тебе на месте где тебя загружают документы не дают надо ехать еще фиг знает сколько пятнадцать или двадцать километров до Дехейла там фирму Дехейл и хорошо что мне сказал водитель будешь идти туда если дверь закрытая просто твои бумаги оставили на улице на ящике для почты и бревном вот так прижали это Швейцария уровень я подхожу взял папку и ушел потом какой косяк оказался еще взял я и на свою машину там Т1 еще какая-то фигня взял я и на свою машину еще на какую-то машину пришел на таможню и даю вот этот распечатанный что когда въезжаешь с километражом со всей фигней надо чтоб тебе печатку на границу поставить и на границе до границы три с половиной километра оставалось и ехал бус стрельнул сзади колесо положился на бок короче перекрыл две полосы и там пока это все дело тягали ну а у меня сорок минут оставалось ну естественно не хотели чтоб я доехал до Астрии и там на Швейцарии как бы интереснее копеечка остаться и реально я пока встал и прям на таможне все бах-бух заглох нафиг одна минута конец тахографа все сделал вовремя успел так вообще идеал на папиросу с словаков еще увидел тоже там что-то плевался бумаги что долго бумаги ждут некоторые ну говорю что ты переживаешь тебе говорит ну он три дня уже стоит бумаги какие-то ждет так какая у тебя фиг разница он говорит большая потому что он тоже типа 5-6 дней в трассе и выходные типа дома а так если допустим ему с утра не дадут бумаги он получается не успеет доехать домой придется ему в выходные тусоваться где-то за 150-200 километров от дома из-за этого он там на изжоге на нервах угостил меня пивом короче ну стаканчик говорю я много пить не буду стаканчик поналил мне на глоточек сделал и какой косяк вот с этой бумагой отдал те бумаги я что не знаю фиг его знает что то не на мою машину было ну две папки я спросил мне говорят 2Т1 должны быть но я и подумал что вот ЦМР и вот Т1 как раз смотрю вот Т1 взял и ушуршал с этими бумагами касалось что там еще на одну машину бумагой и что мне таможенник делает отрывает тут лист штемпелечек и ставит не на моих Т1 штемпеля а ставит на той машине я выхожу хорошо что я уже все сделал паузу когда я раздупляюсь что то тут нифига смотрю там на какую то другую еще машину эти Т1 смотрю и эти Т1 и у меня есть беру я эти бумаги опять до этого говорю то ноу это есть что я еще скажу им по немецкому ну типа что штемпель поставил типа там неправильно опять отсканирует заберет и мои Т1 поставит и так бы я выехал получается я груз бы не растамолил нифига или увидел бы австрияки и мне бы уже штраву паянули тогда так что такие дела что еще рассказать так фиг его знает что еще рассказать короче жрачки брать с собой надо белье с собой надо брать там трусов носков что есть все берите потому что говорю жарко особенно это и в душ я уже как бы третий день не ходил есть еще такая фишка что если от 200 литров заправишь дизеля ну вот мы орал ОМФАУ и БИПИ заправляем ну что этих оралов как бы там не через каждые 200 метров через каждые там 60-70 километров ну в городе там может их и побольше а так как ты едешь по автобану при автостраде естественно и дизель выходит дороже если а мне то 100 залей то 100 то 100 так бы 200 сразу залил допустим и уже можно было бы сходить как в бонус и душ бы бесплатно там пустили на ОМФАУ есть такие фишки что 200 литров там душ по моему бесплатно еще какая-то хуйня ой ну я как бы это еще не пробовал а вот по автохофам что платный хавал то я один раз батончиков понабирал первый раз когда стоял потому что сигареты нельзя ну пиво я возьму нафиг оно мне надо 25 центов еще за бутылку доплачивать надо но сейчас у меня уже есть 6 6 пустых бутылок за стеклянную 18 20 центов за жестянку 25-30 центов смотря на за обычную жестянку короче больше платишь чем за стекло вот такая она германия прожрал я и прокурил я уже не знаю дофига да я думал что 50 евро уже может там целых 90 натикало только сколько 5 или 6 пачек сигарет это уже 35 евро плюс пожрать заходишь ну шишу один бутерброд 4,50 4,90 евро заходишь на заправке больше что ты возьмешь сникерс 2 евро кола 2,20 2,30 2,50 евро 0,5 ну как бы европа европейские и цены так что вот сейчас как приеду и затарюсь так чтоб я себе шиковал как я хочу я не люблю такое когда у меня нифига не остается жрать но осталось у меня и консервы еще и кашка